Второй преступник, на вид, мне 17 лет, родственник 50-70 лет. Получили ориентировки, прослушали инструктаж, сотрудники полиции и добровольные дружинники выходят на вечернее дежурство. Анатолий Спиваков, дружинник опытный, охраняет порядок на улицах уже 4 месяца. Рассказывает, кроме курения и распития спиртного в неположенных местах, нарушений не встречал. Говорит, конфликтов не возникало ни разу. Люди очень хорошо реагируют, люди сразу исполняют, все, которые мы предоставим, сотрудник полиции предоставляет им замечания. Чем больше граждан будет вступать в ДНД, тем лучше будет в городе Самаре жить и безопаснее будет ходить по улицам. В составе дружинников от народа по распоряжению главы города Самарские улицы патрулируют и сотрудники местных администраций. Жители изменения уже замечают. Говорят, в городе стало спокойнее. На спокойнее стало, потому что я вот в последнее время начал замечать. Один патруль за другим, естественно, беспорядков меньше стало. Стало пьяниц меньше сидеть. Там раньше столько было. Съели пиво, водку пили. Сейчас вот идешь, дети сидят и со взрослыми гуляют. У нас молодежь под домом, сейчас что-то не стали, а то так шумели. Ужас один. А вот сейчас нет, что-то тихо. Наверное, кто-нибудь пристурнил. Добровольные дружины не только охраняют правопорядок, по мере возможности помогают жителям. Горожане говорят, когда на улицах постоянно видишь патрули, не страшны никакие подворотни и темные переулки. Алина Чемерис, Максим Гусь, События.